МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВАЁТВ продолжает информационная программа День. Меня зовут Вадим Маскаленко. Здравствуйте. И вот чем запомнится этот день. Главное сегодня. Так что же все-таки с новым фонтаном? Вся последняя информация о его состоянии у наших журналистов. Начинают рушить стереотипы. Как ускоряется и обновляется почта России? Они трудятся у станков, на полях и в семье. Личные истории обладателей высоких наград. Четыре человека, тяжело раненные в результате ДТП в Кисловодске. Двое пострадавших школьницы. 19-летний парень за рулем девятки, по всей вероятности, не справился с управлением. На улице Прудной машину вынесло навстречу, где легковушка врезалась во внедорожник. Пострадали водители, три пассажира ВАЗа, в том числе две девочки, 13 и 15 лет. С тяжелыми ранениями они госпитализированы. У водителя девятки взяли кровь, чтобы выяснить, был ли он трезв в момент ДТП. Детали происшествия уточняются. Прошла уже почти неделя после фееричного открытия нового фонтана в юго-западном районе Ставрополя. Но о нем до сих пор продолжают говорить. В том числе иногда и в негативном ключе. В сети появились слухи, что сооружение работает с перебоями, а чаша протекает. Так что же на самом деле с фонтана? Мы устроили собственную проверку. Не просто фонтан, а игра воды и огня. Архитекторы, кажется, смогли совместить несовместимое. Такого в крае еще не было. Струи фонтаны поднимаются на высоту 10 этажа. Да и церемония открытия светомузыкальной новинки была уникальным шоу. Дамы и господа, самый большой светомузыкальный фонтан на юге России открыт! Обсуждать фонтан продолжают и сегодня. Отзывы, по большей части, восхищенные. Обалденно просто! Красота для детей, для жителей города Ставрополя, конечно, это большой подарок. Грандиозное сооружение, конечно. Спасибо огромное архитектору, который задумал такое сооружение. Впрочем, нашлись и скептики. По сети начали ходить слухи, что сооружение, не проработав и недели, вышло из строя. Фонтан не болеет, сочувствовали критики в интернете. Мы решили проверить, так ли это. Приехали в понедельник и увидели, что сооружение действительно простаивает. Но оказалось, это лишь плановая остановка. У нас в понедельник санитарный день, когда мы полностью закрываем фонтан и верхние и нижние сухие чистим. А остальные дни он работает с часом. Еще одна интернет-версия, мол, фонтан протекает. Горожан смутили лужи, которые образовались возле него. Впрочем, специалисты нас заверили. Сооружение полностью исправно. А лужи появились по другой причине. Люди бросают много всего в фонтан. И в этот момент система фильтрации забилась, поднялась в чашу. И просто вода, соответственно, из-за ветра, которая при плеске, стекалась по капельникам от чаши. Получается, что люди сами не желают беречь фонтан. Они кидают сюда бумажки, окурки и даже детские игрушки. Недавно из фонтана выловили несколько килограммов мусора и даже колесо от самоката. От этого забиваются водочистные фильтры. И фонтан просто-напросто захлебывается и выходит из строя. Такое может случиться, как нам объяснили и при ветреной погоде. Вода из верхней чаши, по сути, сносится ветром в нижнюю. Чаша переполняется и начинает течь. Чтобы избежать этого и обезопасить дорогостоящее сооружение от поломок, в непогоду оно работать не будет. Никаких поломок сейчас нет. Я думаю, что фонтан будет и дальше радовать жителей. Но главное, конечно, чтобы горожане не мусорили. Единственное, что можно бросать в воду с чистой совестью, это монетки. Кстати, из фонтана с момента открытия гидротехники уже выловили 600 рублей. Джамиля Ибрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. 40 лет в профессии. Это средний стаж тех, кто сегодня в краевом правительстве получал государственные и краевые награды. Среди награжденных крановщики, машинисты, учителя, а еще многодетная семья. Как Калмыковым из Верхнерусского живется в девятером? И в каких условиях начинал бегать будущий заслуженный тренер по легкой атлетике? Трогательные истории в нашем репортаже. Семья Калмыковых занимает внушительную часть своего ряда сидений. Здесь и уже взрослые парни, у кого-то уже и свои дети есть, и дочки-школьницы. Вообще история семьи достойна сюжета романтического сериала. Муж – столяр, жена – почтальон. А впервые встретились они в церкви, в родном для всех селе Верхнерусском. – Достойно воспитать бы их, еще вырастить, чтобы они были все полезны обществу, полезны людям. Хотелось бы сыновей побольше. За такой самоотверженный семейный труд – заслуженная награда. Указом президента страны Калмыковым вручают орден родительской славы. Достойно воспитавшие семерых детей. Павла, Михаила, Олесю, Петра, Софью, Лилию, Ольгу. Крановщики, жестянщики, аграрии, труженики, по которым видно, они не привыкли к такой обстановке. Им бы обратно – к станку за руль в кабину крана. – Машинист мостового крана, открытого акционерного общества, комбинат промышленных предприятий «Кировский», город Новопавловск. А некоторые своими руками готовят мастеров спорта. На тренерском счету Александра Татаринцева таких 26. Живая легенда Ставропольской легкой атлетики сегодня к прочим наградам получил и медаль за заслуги перед Ставропольским краем. Спортом занимается больше полувека. Говорит, тренировать будет до конца своих дней. А начиналось все в послевоенные годы, когда мальчишкой уже оттачивал беговые навыки. Это как-то было спонтанно. В крови, наверное, такое было. И мальчишкам после войны, послевоенный период, босиком, попылить туда-сюда, в степь. Традиционно много в зале соцработников и учителей. Людей по-настоящему, влюбленных в свое дело. Хотите верьте, хотите верьте. Нет, всю жизнь мечтала быть именно учителем. И я считаю, на сегодняшний день лучшей профессии в мире нет. И это правда. За такой разный, но одинаково важный вклад в развитие Ставрополя земляков поблагодарили губернаторы и глава регионального парламента. В этот момент всегда хочется подобрать искренние и честные слова, чтобы и саму зарядиться, и дойти до этих наград когда-то. У нас всегда желают здоровья и чтобы в семьях все было хорошо. Я вас поздравляю. Все то, что вы делаете, все ваши достижения, дают нам право говорить о том, что мы приобщаемся к тому великому, что вы создаете. К тому самому лучшему, что вы создаете. Впрочем, теплых слов в этот день было еще много. После того, как награды вручили в торжественной обстановке, общение продолжили за фужером шампанского и под аккомпанемент оркестра из Ставропольской филармонии. Вадим Искаленко, Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Вас много, а я одна. Или вы что, не видите, что у нас обед? Эти расхожие фразы многие связывают с работой российской почты, но в ведомстве настаивают, их пора забыть. Почта России обновляется, ускоряется и выходит в интернет. Доказательства сегодня в Ставрополь показали нашей съемочной группе. Алексей Форсиков осмотрел почтовое деление 21 века. Как мы видим, открывается ячейка. Мы закладываем туда наше почтовое отправление и закрываем ее. Это новый и первый в Ставрополе почтомат. Устройство для самостоятельного получения посылок. Продвинутые покупатели товаров в интернете с доставкой через почту России уже могут сделать так, чтобы их посылка пришла именно сюда. И забрать ее, когда удобно. Доступ к почтомату открыт круглые сутки. Эти новинки нам показали в 12-м почтовом отделении Краевого центра. Кстати, это отделение нового формата, на который переходит почта России по всей стране. Данное отделение одно из самых первых в городе у нас работает в формате нового обслуживания. Здесь объединены технические и организационные решения, которые позволяют в целом повысить уровень почтового сервиса. Здесь есть все то, к чему люди привыкли, скажем, в МФЦ. Электронная очередь, удобная зона ожидания и много окон обслуживания. Но почта меняется и изнутри. Новая система хранения корреспонденции ускоряет ее выдачу. Код, который указан на стеллаже, мы пробиваем в программе, и он автоматически попадает в извещение. Таким способом время поиска посылок сокращается до 30 секунд. Это очень удобно в отделении. Ну а тем, кто любит гаджеты, почта России сделала мобильное приложение с богатым функционалом. Пару лет назад запущено мобильное приложение, функционал которого сейчас позволяет, по сути, воспользоваться всеми основными почтовыми услугами. Начиная, например, с отслеживания почтового отправления. Вот на экране достаточно вбить идентификационный номер, чтобы в живом режиме увидеть, где находится направление, когда оно до вас дойдет, да и когда вы сможете его ожидать у себя. Кроме этого, можно также в живом режиме здесь же на экране увидеть ближайшее почтовое отделение, график его работы, услуги, которые у него оказываются. Здесь же можно заказать курьера, вот буквально просто вот, не выходя из телефона, да, и еще ряд дополнительных услуг. А если вам лень выходить из дома, посылку доставит курьер. Это еще одна новинка почтового сервиса, и тут главная скорость. Отличаемся мы, конечно, от обычной почты тем, что у нас очень сжатые сроки и пересылки, и доставки. До Москвы у нас сейчас посылка идет сутки, даже на Сахалин и Камчатку. Ну, в течение четырех дней доходит все это, то есть стараемся, да. И по-прежнему на почте можно и за квартиру заплатить, и пенсию получить. Алексей Форсиков, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Краевой интерактивный конкурс в Куставрополье выходит на финишную прямую. Полчаса назад завершилась телевизионная стадия проекта. В прямом эфире мы представили последнего, десятого финалиста. Им стал месокомбинат «Олимпия» из Георгиевска. Илья Захаров не только попробовал мясные деликатесы, но и выяснил, когда закончится голосование за участников проекта и как будут объявлены его победители. Деликатес происходит от французского слова, как бы вы думали, «Ля деликатес». Это означает редкое, изысканное блюдо, ну или более в широком смысле что-то такое особенное и долгожданное. Ну, например, как наша передача «Вкус Ставрополья». Для журналиста новостей Леонида Нечапуренко конкурс «Вкус Ставрополья» стал путешествием в мир высокой кухни. Более привычный к острым репортажам и проблемным темам он открыл для себя новые факты из истории кулинарии и современности ресторанного дела. За время проекта вместе с поваром Радмиром они приготовили порядка десяти блюд, порой самых неожиданных. Я узнал такие вещи и такие сочетания, о которых даже не мог раньше и подумать. То есть мы с шеф-поваром ресторана «Онегин» запекали пельмени в хлебе, пробовали такие сочетания, как дыня и пармская ветчина, как инжир и свинина. То есть это те сочетания, которые немножко расширяют такие кулинарные горизонты. За месяц проекта зрители своего ТВ познакомились с десятью финалистами и их продукцией. И в каждой программе приготовленное блюдо дегустировали специальные гости. Это были путешественники и блогеры, рестораторы и фитнес-тренеры, знатоки клуба интеллектуальных игр и специалисты индустрии красоты. Все они признали высокое качество и отменный вкус товаропольских продуктов. Мне понравилось, что вот именно чувствуется соус, то есть оно не сухое. Вот хлебушек прям такой вот в соусе, все это вот сверху сырочек. Я прям вот оценила, тоже мне очень понравилось. Салат и еще чипсы. Во-первых, оригинально гость может быть доволен. Второе полезно. Это солоноватое мясо, очень хорошее, то есть вот именно соль и вот прям по мне. И потом сладкая дыня. И в итоге это получается такое интересное сочетание, ну браво. Я не знаю, насколько это может говорить о качестве продукта, то, что я тянусь за третьим пряничком. Это не типично для нее, Денис? Нет, почему? Поесть я люблю. А все жители края в течение месяца активно голосовали за любимые ставропольские продукты. Во-первых, на сайте нашего телеканала. На эту минуту количество проголосовавших перевалило за три четверти миллиона. А во-вторых, на различных гастрономических фестивалях. Они прошли в городах и районах региона накануне Дня края. Один из самых представительных – международный кулинарный фестиваль Содружества. Уже в седьмой раз Ставрополье принимает лучших поваров России и зарубежья. А жители и гости Пятигорска смогли оценить их выдумку и профессионализм. Как и авторитетное жюри. Критерии оценки хоть и своеобразные, зато сформулированы емко, мудро и не без юмора. Насколько это блюдо ласкает глаз. Такое блюдо должно быть красивым, как женщина, вкусным, как женщина. И в отличие от женщины давать здоровье. Я, конечно, сучу. Вкусно поесть можно было и у стенда своего ТВ. Здесь свою продукцию представили 10 финалистов народного конкурса «Вкус Ставрополья». После дегустации и голосования гости выбирали, какой продукт или напиток больше всего пришелся по вкусу и опускали бюллетени в урну. Для нас это большая честь. Значит, раз мы пробились в десятку лучших предприятий в Ставрополе, это уже победа. Значит, наш продукт покупают, пользуются спросом. Мы впервые в этом году участвуем в конкурсе. И для нас это на самом деле интересно быть участием, поскольку это статусный знаковое мероприятие для нашего региона. И мы хотели бы, как минимум, стать первыми. Победителя второго народного конкурса «Вкус Ставрополья» назовут на крепостной горе в Ставрополе в ближайшую субботу. Впрочем, на этом проект не закончится. По словам его автора Светланы Лач, в этом году конкурс получил неожиданное и приятное продолжение. Мы очень любим кулинарные конкурсы, гастрономические конкурсы. И мы вместе с журналом СТВ «Собака.ру» в рамках конкурса «Что где есть в Ставропольском крае» учредили специальную номинацию «Вкусный продукт». И туда войдут пять лучших производителей Ставропольского края из нашего проекта «Вкус Ставрополья». И они еще поборются там, собственно говоря, за еще одно звание «Вкусного бренда Ставропольского края». Ну а пока у каждого есть возможность повлиять на итоги конкурса. Народное голосование продлится вплоть до полудня субботы. Илья Захаров, Николай Попов, Ставропольское телевидение. Век кропотливой работы информационному центру краевого МВД исполняется ровно сто лет. Работа его сотрудников скрыта от глаз, но без нее не могли бы успешно действовать другие подразделения полиции. Чем же занимаются в информационном центре, расскажет Екатерина Сегеда. Журналистики о таких людях, говорят, остаются за кадром. Работа этих людей и правда не на виду, но оттого не менее важна. В Ставропольском инфоцентре 11 отделов, в них трудится около 120 человек. Сто лет назад, когда ведомство только появилось, его назвали статистические отделка миссариата внутренних дел. Тогда все цифры и данные сводили вручную. Сейчас с развитием технологий все стало гораздо легче. За бесперебойный доступ к базам данных отвечает серверная. Мы находимся в сердце информационного центра, в серверной. Это централизованные учеты и банки данных, которые служат не только для главного управления внутренних дел. То есть у нас ежедневно, нет даже несколько раз в день, осуществляются выпуски информации на федеральный уровень. А это архив. Здесь хранится около 200 тысяч документов разных годов. Есть и бумаги столетней давности. Личные дела бывших стражей порядка тоже здесь. Сотрудники выдают архивные справки, выписки, делают копии при необходимости. Кстати, обращаются к ним не только полицейские из других подразделений, но и обычные люди, например, чтобы узнать родословную. Автоматизированная дактеоскопическая информационная система предназначена для раскрытия, расследования преступлений, предупреждения административных правонарушений, ну и, безусловно, для идентификации личности человека. Помимо отпечатков пальцев, сотрудники инфоцентра собирают и криминальное прошлое жителей края. Это оперативно-справочная картотека. Картотека, которая ведется с 1918 года, то есть со дня образования информационного центра. Данная картотека – это картотека о лицах, которые находились когда-то в розыске или находятся на данный момент в розыске, а также о лицах, которые привлекались к уголовной ответственности. Также инфоцентр выдает различные справки. Для этого есть отдел госуслуг. Люди к нам приходят по разным вопросам. В частности, приходят завести личный кабинет на портале госуслуги, подтвердить учетную запись, подать заявление на справку о наличии отсутствия судимости. Также здесь у нас выдаются справочки об административных правонарушениях без линии ГИБДД, справки из архива для бывших сотрудников и справки о реабилитации. Информация концентрируется в наших учетах, статистических, криминалистических, о лицах, которые объявлены в федеральный розыск, местный розыск. Также у нас без вести пропавшие опознавательные карты, с помощью которых находятся люди, которые не могут сообщить о себе своих данных по состоянию здоровья. На первый взгляд может показаться, что работа не веселая и монотонная, но, как утверждают сотрудники, скучать не приходится, ведь в их помощи люди нуждаются каждый день. Екатерина Сегеда, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение. И это все новости. Еще больше на нашем сайте stv24.tv. В студии был Вадим Москаленко. Ну а сразу после нашего выпуска смотрите анонс всех самых интересных событий, которые ждут нас на День края. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»